Ну и снова джетти. Продолжаю я день у меня сегодня прям обзоров, отзывов и так далее. Я таки решила купить себе вторую сумку на походы с начала сентября по начало лета, потому что та сумка действительно все-таки летняя. И у меня тетя ее одобрила, мне очень радостно, что она ее одобрила, потому что ну как-то у меня всегда получается, что я что-то такое покупаю. Хотя тут не знаю, вот одобрит или нет, потому что вот он в кадре появился. Потому что когда я ехала в Ярик, мне родня сказала, что надо купить черно-коричневую лисерую сумку. Но не таких непонятных цветов, у меня просто была такая фиолетовая, наверное, в кадре была уже где-нибудь. В общем, поехала я в Медведково. Есть у меня скидочная карта медведковская, правда она в кошельке. Хотя, может быть, я сейчас достану, потому что кошелек-то у меня в сумке. Скидочная, 10% тогда еще была накопительная карта Медведково. В общем, в любом другом городе, кроме Углича, где есть Медведково, мне была 10% скидка с этой карты. Карта изначально была машина, но получилось так, что когда я покупала что-то последний раз, или предпоследний раз в нашем Медведково, которое, к сожалению, закрылось еще в прошлом году, было оно на часовом, и, в общем, мне тогда переоформили карту уже на ровную конкретную 10% скидку. И получилось так, что надо было на свое имя, и, соответственно, уже она на мое имя, но она у нас общая, на мою подругу, на меня и на родню. В общем, пришла я, зная, что у нас в магазине «Русь», рядом с рынком, и автовокзалом углическим открылся магазин Медведково, пришла туда Медведково. Оказалось, что Медведково на самом деле это магазинчик Ивановского штрепья, и несколько сумочек из ассортимента мужские, женские, возможно, еще детские, не знаю, этого самого Медведково. И карта уже там нифига не действует, и из-за того, что ассортимент маленький, там же можно было Медведково походить, пощупать, как-то посмотреть вблизи. А тут, будучи очкариком, смотришь книгу, видишь фигу. Я уже думала, что все писец, не судьба мне сумку купить, придется где-то в угличе искать просто вообще, где есть сумки, и покупать уже из того, что есть. Я штук 10, наверное, пересмотрела, одна оказалась вообще мужская барсетка. Ну что, я вижу отсюда, она выглядит как рюкзачок. Объяснила, что я хочу, мне показали, объяснила еще что-то. В одном, вроде как, уже сунула зонтик, точнее, минералку пол-литровую, там она, наверное, в фоне нам видно, значит, стоит, что мне важно, чтобы входила бутылка воды, зонтик, ну там еще что-то. И бутылка входит, но как-то туда еще и зонтик поместится, и вот этот кошелек, возможно, футик, и все. Это то, что мне сначала вроде показалось. И там они все где-то 1100-1200, как-то так, ну, в пределах таких вот. Ну, я еще на сайте смотрела, что-то, ну так, конкретно, вроде как-то у них, смотришь на, знаете, что-то одно, потом в магазине получается другое. И я как-то еще, из-за того, что у меня красная сумочка вообще прожила недолго, ну, в общем, как-то слегка в них разочаровалась. И тут смотрю, вот, ну, вроде как красивые такие сумки, но не то. И я уже когда поняла, что сейчас я скажу этой женщине, что я к ней зайду попозже, и подумаю, как обычно говорят покупатели-продавцам, когда думают, и возможно вернутся, или думают уже не вернутся. Ну, как бы вежливо слиться, да. И вдруг она мне показывает сумку, я меряю, смотрю, и пошла даже к этому, ну, думаю, как бы это посмотреть, но вот там у нас кабинка, типа, зеркало, может, и Глент. Подхожу к кабинке, я понимаю, что вот эта сумка, я еще как раз говорю, что вот иногда смотрите на сумку, и сумка говорит вам, купи меня. И вот эта сумка, именно вот мы с ней нашли друг друга. В общем, вот такая сумка. Ее можно носить за ручку. 1200 с чем-то. У меня тут где-то есть бирочка от Медведского, там цена, и я вот скажу вам эту саму цену. В общем, конечно же, это кожа юного дермантина. Но мне вот почему-то, когда я ехала домой на маршрутке, чуть было не вышло на другой остановке, у меня все еще вот как-то несостыковка в мозгу, я иногда еду на велике, еду там на автобусе или с радио, и думаю, вот сейчас остановлюсь на механке, пойду домой. Та сумка у меня как-то, она недолго жила, а вот эта вот она долго проживет. Вот как-то у меня была сумка с этими китайцами, японцами, азиатскими женщинами, мужчинами. Жила она три с лишним года. Думаю, что вот это тоже, короче, вот такая вот сумка. Вот здесь вот кармашек, а я еще сказала, что мне надо побольше кармашков, здесь вот кармашек, вот такая интересная подкладка. Да, вот тут как раз цена. И цена у нас, а где цена? Так, а может быть цена не здесь. Может быть цена у меня, наверное, на чеке, который в кошельке. Ну, по крайней мере, я залезу в кошелек найду этот чек. В общем, это у нас искусственная кожа, зеленая, медведковая. Как мне сказала продавщица, это из новой коллекции. В общем, 2018 год, гарантия 50 дней, размер 29х26х90, сорт первый, бла-бла-бла. Ну, и сделана в России вот медведка вот такой вот. В общем, вот тут хорошая такая змейка. Потом. Вот здесь у нас под клапаном тоже отделение. Оно у меня было, кажется, открыто. Довольно такой глубокое. И вот так вот видно, как оно прошито. Ну, я не знаю, на камеру будет видно или нет, но когда я ехала в маршрутке, я глянула, я поняла, что видно, что прошито. Потом. Вот здесь у нас вот на змейках открывается почти до самого низа. И вот так вот открывается вот. Тут у меня, видите, что сумка, с которой я была изначально. Тут у нас, оказывается, на липучке, вот, на липучке вот такой вот карманчик. Довольно глубокий. И, слушайте, я не заметила до этого. У нас раз карманчик, два карманчик, три карманчик. Внутри карманчика четвертый карманчик. Тоже на змейке. Довольно глубокий. Не знаю, вот тут видно нет. Вот здесь вот карманчик. Так, как бы так показать. Ну, я надеюсь, что видно. В общем, раз карманчик, два карманчика, два внешних карманчика. Уже два внутренних карманчика. Ты уже четыре, да? Пятое большое отделение, где у меня находится вот эта вот сумка, с которой я ехала. Шестое отделение небольшое такое вот. Не знаю, вот ли видно. И седьмое рядом с ним. Это вот как вот под телефоны, под всякую мелочь. У меня такие карманчики были в той моей сумке, которая жила три с половиной года с японцами, китайцами и корейцами, которые я тогда покупала осенью 2014 года. Вместе вот с этим кошельком. Ну и что, слушайте, круто. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вместе с большим отделением семь штук. И вот так она закрывается. И, как мне сказала продавщица, и бутылка войдет, и все, что можно войдет. И я при ней прямо брала потом свою сумку. А вот здесь у нас еще такое отделение. И, как мне сказала продавщица, то если нужно что-то мелкое достать. Вот, ну, не положить что-то большое вот в это большое отделение, а вот так вот, ну, за ключами, там, за телефоном. В общем, я считаю, что очень классная, крутая сумка. Мне нравится ее подкладка по цвету. Тут такие цветочки намешанные фиолетовые, белые. Такой, как бы, Аленка сказала, мятный, красный, розовый. В общем, шикарная сумка, набивай, не хочу. Я вот с ней шла. И забыл совсем сказать, что залез бы в кошелек. В общем, сумка мне обошла в 1240, вот такое вот. Ну, я думаю, что вполне нормально. Я вообще думала, что у меня где-то выйдет, может, тысячи на двери, что-то в этом роде. Так что, вполне себе. Правда, я сейчас заметила, что-то я в последнее время столько денег тратю. Обычно я дохрена один. У меня перед какой-нибудь поездкой всегда случается какая-нибудь покупка. То там телефон накупить, то еще какая-то фигня. А тут проездки не случилось, той, которая планировала, да, но покупки что-то идут и идут. Ну, зато я, в принципе, я доволен. А это та сумка, которая в ней была. Я просто про нее скажу. Кожаная сумка покупала я, когда мне было лет 17-18. На какой-то там конкретной растаможке. Что-то за 200 рублей. У меня еще к ней были зеленые перчатки. В том же магазине покупала. Вот тут вот, в общем, у нас магнитный замочек. И вообще там просто одно отделение и одно отделение на смеечке. И в это отделение на смеечке даже паспорт не входит. Он по росту обложки не влезает. Но в самом по себе оно у меня набитое. В принципе, она такая вот, пока, когда у меня был кошелек от Эйвен, такой маленький, от Эрифлейма, я уж не помню, такой маленький складной плоск, вот так вот открывался. Но он был в два раза уже, или, не знаю, не такой высокий, как вот этот, да, вот. У меня туда входил кошелечек. Мне тогда не надо было никаких бутылочек и зонтиков. Может, зонтики я с собой таскала, конечно, фиг знает. Ключи там, еще что-то. Ну, вот сюда вот зайдет вот так вот кошелечек, фотик и все, больше ничего. Ну, такая вечерняя походная сумка. Не знаю, так вот на какой-нибудь выход. У меня такая же еще есть красная, тоже кожаная. Тоже такая же маленькая, только в ней, по-моему, может быть на одно отделение больше. Ну, самый прикол, что она до сих пор живая. У меня вот зеленая сумка влезла в другую зеленую сумку. Кожаная в сумку из кожи молодого дермантына. В общем, вот такой у меня видос. Так что, если вдруг захотите купить сумку в Медведково, и у вас есть скидочная карта, едьте в какой-нибудь другой город. Ну, вот там, может быть, за счет того, что очень маленький выбор, вот, ну, что-то для непредвзятого, непридирчивого, что-то для тех, кто не любит много карманов или не ищет, как я, вот что-то дофига, наверное, набить. Там, в принципе, можно найти, там интересные такие модели вышли, были. Ну, вот из нового, мне случайно попалась из новой коллекции сумка. Всем спасибо, всем пока.